Ну вот, друзья, вот и отгремели новогодние праздники, а это значит, что самое время открывать новый дачный сезон. Поэтому предлагаю начать с цветов и выяснить, какие из них можно сеять на рассаду так рано, их сроки от посева до цветения и в целом, какие условия нам нужно создать, чтобы все получилось и результат нас непременно порадовал. И начну я с гвоздики Шабо, ведь у нее очень длинный период вегетации и от посева до цветения проходит почти полгода, и поэтому ее сеять нужно как можно раньше. Семена рассыпаем по поверхности, не заглубляя, можно лишь только слегка сверху присыпать или песком, или вермикулитом. Всходы появятся быстро, дней через пять, но, к сожалению, в тепле, в квартире сеянцы сильно вытягиваются, и поэтому на стадии первого листочка я обычно их распикирую, заглубляю до семидолик и выношу на утепленный балкон, где температура у меня градусов 15 тепла. А вообще гвоздика неприхотлива и ухаживать за ней достаточно просто. Для этого нужно всего лишь, чтобы было тепло, оптимально прохладно и умеренно влажно. Следующий такой очень красивый цветок, который нужно сеять очень рано, это эустома. У нее тоже очень длинный период вегетации, почти полгода. И, например, для того, чтобы она зацвела в июле, сеять ее на рассаду нужно в январе. А если хотите еще раньше, то нужно сеять в декабре или даже в ноябре. В рассадный период сеянцы у нее очень маленькие и медленно развиваются, и поэтому места много не занимают. Единственное, что им нужна обязательно хорошая досветка. А в целом это настолько роскошные цветы, что даже несмотря на то, что с рассадой нужно немножко повозиться, конечный результат превзойдет все ожидания, и поэтому смело сеять ее на рассаду. Еще одно растение, которое нужно сеять в январе, это примула. И тогда она зацветет только примерно в июне. Ее семена лучше стратифицировать, и для чего нужно посеять их в плошку с грунтом, поставить в холодильник, а через 2-3 недели достать и уже проращивать на свету в комнате. Сходят семена ее тоже долго, могут даже 2-3 недели, а то и того дольше. Но сложности в нашем деле делают сам процесс выращивания только интересней. И поэтому для цветоводов выращивание примулы из семян – это в некотором смысле даже вызов. Далее, один из самых красивых и любимых дачниками садовых цветов – это бегония. У клубневой красавицы период вегетации тоже длинный, и первые цветы появляются аж только месяцев через 5 от всходов. Поэтому сеять их нужно раньше, ведь чем позже посеять семена, тем мельче образуются клубеньки, и соответственно она позже зацветет. Поэтому некоторые цветоводы сеют ее даже в декабре. А вот вечную цветушку можно сеять чуть позже, весь февраль или даже в начале марта. Далее, виола. С ней все гораздо проще, так как от момента посева до цветения ей нужно всего лишь 2,5-3 месяца. Поэтому в январе сеем ее лишь только, если нам нужно, чтобы она зацвела в апреле. Условия для ее выращивания несложные. Единственное, что тоже отмечу, что она любит прохладу. Градусов так 15 тепла, не выше. И, конечно же, хорошее освещение. Поэтому, если нет возможности создать такие условия, то сеять ее нужно позже, в феврале или даже в марте. Все получится так же хорошо, с той лишь разницей, что зацветет она позже. То же самое можно сказать и про всеобщую любимицу петунью. У нее период от посева до цветения такой же, как и у виолы. То есть, 2,5-3 месяца. И поэтому смысл в таком раннем посеве есть лишь только, если нужно добиться более раннего цветения. А если нет такой задачи или нет возможности досвечивать рассаду, то смело переносим посев на более позднее время. Иными словами, в январе сеем лишь только те растения, которым нужна либо стратификация, либо же которые очень медленно и долго развиваются. Так как если сеять и остальные цветы, то к апрелю они уже все зацветут и будут мучиться в квартире еще месяц-полтора, ожидая подходящей погоды для высадки в сад. Я, например, в среднем по Волжье высаживаю цветочную рассаду в грунт ориентировочно в середине мая. И поэтому, если вы живете южнее меня, то смело сеете и другие цветы на рассаду, не только долгоиграющие. Ведь сроки высадки в грунт у вас наступят еще раньше, чем в моей местности. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Спасибо за просмотр!